Машина времени Машина, ты студент политеха второго курса Борис Бурда Да, а вы кто? Вы из комсомола? Я не слушаю Питлз Какой комсомол? Я это ты, я это ты из будущего Что за бред? Путешествия во времени невозможны Не надо меня обижать, откуда я по-твоему знаю, что ты до 10 лет не мог заснуть без любимой игрушки? Да кто из школьников не спит со своей любимой игрушкой? А откуда я знаю, что твоей любимой игрушкой был арифмометр Феликс? Вы из будущего? Вот так-то, садись, слушай, записывай Я тебе расскажу, что нужно сделать, чтобы достичь настоящего успеха Записывай, Юля 98 года Покупаешь доллары Все, что есть в Москве, понял? И как накупишь Сразу купи акции Газпрова Газ это архаизм В будущем все будет питаться от солнца Вы его слышали? Если ты не будешь меня слушать и выполнять то, что я тебе говорю Ты сам скоро будешь питаться от солнца Больше ничего у тебя не будет Все, работай Фу, Газпром Доллары Ну что, будем менять будущее? Получилось Вот теперь мы богатые Теперь все прекрасно Занимаемся личной жизнью Ровно через три секунды будет дверной звонок Ну вот, это Ленка Не бойся, она к тебе хорошо относится Борь, привет Поможешь мне с физикой полупроводников? Ну, ну да У тебя такие усы красивые Так, господи С трех лет растим А это кто? Это мой сосед Какой-то странный он Абсолютно нормальный Ну, если так, не буду вам мешать Работай Спасибо тебе, я скоро приду Кажется, я влюбился Интересно, что мы с ней будем делать в будущем? Обстановка переменилась Порвись с ней немедленно Почему? Не видишь, что ли? Во всех наших газетах написано Жена оставила известного олигарха Бориса Бурду Сбежала со стриптизером Это как так? Какая женщина может уйти от интеллигентного мужчины с усами К какому-то стриптизеру? Нет, ты уж, пожалуйста, сделай, как я говорю Все, порви с ней непременно Все, мы больше не общаемся Почему? Потому что я алкоголик Но ты же никогда не пил Нет, я ворую вино у родителей Дурак Фу, какая гадость Больше никогда не буду пить алкоголь Я займусь спортом Ты что делаешь? Ты что делаешь? Никакого спорта Почему? Даже зарядку утреннюю делать не смей Почему? 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 Видел? Вот Беспрерывно бьют по голове Больно А я в нее думаю Никакого спорта, понял? Вы забыли? Какая-то коробочка Стекло Яблочко Проклятые роботы Вот же он Вот микропроцессор Из-за которого началось восстание машин Но теперь я спасу человечество Ну да, а кому же еще? Подождите, давайте я займусь генетикой И все изменится Слушай, не надо заниматься генетикой Я тебя прошу Ничего не делай Ни того, что я говорю Ни того, что советуют другие Делай то, что захочешь сам Какое это будет будущее, я не знаю Но это будет твое будущее, понимаешь? Твое А не чужое И мое И ваше Последний раз я выступал на сцене Большого КВН В июле 1972 года Всего 41 год назад Александр Васильевич Большое спасибо Что вы дали мне возможность снова попробовать После этого маленького промежутка АПЛОДИСМЕНТЫ Вборная физтеха Из города Долгопрудный АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуй, лучшая сборная фета Из города Долгопрудный Специально для сочинского зрителя Мы решили создать настоящий летний хит Внимание на экран На планете на всей Нет курорта родней Нету моря и солнца теплей В Сочи Забирайте друзей Приезжайте скорей Но берите побольше рублей Сажай в плацкад Свою семью Три дня в аду И ты в раю В Сочи, Сочи, Сочи Сексуальный очек Каждый в Сочи мачо Даже не атлет Сочи, Сочи, Сочи Это между прочим Отдыхать в лоточек Если визы нет Сочи, Сочи, Сочи Камни и песочек Ждут тебя, дружочек Чтобы кайфовать Ну а если в Сочи Жалко тебе очень Есть в горах снежочек Тело остужать Бьет об берег волна Вся сметанин спина И чужая лавад Суток нежна Ночь на юге темна Но она не страшна Если местного Выпить вина Сочи, Сочи, Сочи Посеть тебя, Сочи Загорит пупочек Будет все окей Сочи, Сочи, Сочи Армении кусочек Шанс для одиночек Приезжай скорей Сочи, Сочи, Сочи Солнышко щекочет Плохим морем мочим Десять раз на дню Сочи, Сочи, Сочи Город очень сочный Сочный, словно Сочи Сочи, I love you Мало кто знает Но когда наша команда Не играет в КВН Она футбольный клуб Бозон Из города Долгопрудный Итак, в раздевалке перед матчем Так Ребята, у нас черная серия Мы проиграли последние 15 игр Из 10 А у нас дерби Мы будем играть с красногорскими Филологами Эти красногорские суффиксы Фу Фу И для того, чтобы выиграть Я позвал суперпрофессионального тренера Естественно, обманом Красная армия всех сильных Здравствуйте Это вы, олимпийская сборная? Ну да, у нас тут все олимпиадники А кто это такой? Ты чё, это Слуцкий Отец знаменитой фигуристки Ты чё? Это Леонид Викторович Слуцкий Двукратный чемпион России Тренер ЦСКА ЦСКА сейчас играет в Лиге чемпионов В Европе Слушай, Гера Но он нам точно поможет Наши-то в Европе не очень играют А наши ученые прям Одну Нобелевскую премию за другой получают Одну за другой получают Да Ну что скажете? Вы-то вообще в футбол играть умеете? Не, мы в футбол играть не умеем Хорошо, хорошо Я это каждый день слышу В футбол играть не умеем Разберемся Разберемся Вот ты, десятка Я не десятка, я двойка У нас двоичная система числения Ой, ребята У нас болельщики наши ЦСКА Называются конями А вот как ваши болельщики называются? Амурские тигры Почему? Потому что их всего 27 И с каждым днем их все меньше Вас поддерживает 27 амурских тигров Мы же свои матчи в Лиге Чемпионов играем без зрителей Сегодня у вас есть возможность ответить на вопрос Что важнее Эмоции или разум Порвем этих зажравшихся гуманитариев Вперед! Порвем, порвем Да, сегодня этаж я не болен После первого тайма Бозон проигрывает суффиксом 45-0 Ничего себе, классно Я же говорил, мы в добавленное время не пропустим Ребят, что-то наш тренер грустный Надо сказать мотивирующую речь Кто какие речи знает Ну я недавно говорил речь начальнику кафедры Ну давай А она уместна здесь? Давай, давай, давай Скорбим Ведь сегодня мы потеряли светильник Стоп! Стоп! Ну вы же входите на футбольное поле Вы же должны не жевать сопли Я работаю в российском клубе И то мы с таким счетом никому не проигрываем Давайте, я вам помогу Во втором тайме прорвемся вместе Вот в первом тайме не мог помочь? Сейчас, надо бы выходить Итоговый счет 50-49 В пользу Бозона Тренер, мы выиграли Что скажете? Я сейчас сдохну Надо Надо заканчивать Жрать в этом долбанном фастфуде С этими кандидатами наук Никаких нервов не хватит Слушай, а тебя я научу быть вратарем По бразильской системе А как это? Становись сюда И только попробуй пропустить А это точно поможет? Слушай, ты матч России-Швеции Смотрел? Ну так-то я футболом не особо интересуюсь Слушай, ну если самому Акинфееву помогло Может и тебе поможет Смотри АПЛОДИСМЕНТЫ Леонид Викторович, спасибо, что помогли нам победить И мы хотим сделать своеобразные лаверды И поделиться своими научными разработками Чтобы ваша команда стала еще сильнее И стала еще чаще выигрывать Вот вы клуб армии, а никак не используете военные технологии Мы предлагаем вам технологию, которая не позволит нападающим пройти к нашей штрафной Что за технологии? Пожалуйста Ну и конечно выигрышная тактика Ее уже сейчас использует сборная России Вот давайте посмотрим гол в ворота шведов Вот идет атака Стоп Нападающий Защитник непонятно где Еще один нападающий Защитник не успевает Еще один нападающий Все, позиция выигрышная Тактика выигрышная Отличные технологии Ну и что хотелось бы сказать в заключении У нас в России есть две игры, в которых без юмора никуда Это КВН и российский футбол А вам, Александр Васильевич, пользуясь случаем, хотел бы подарить майку и мяч с автографами моей команды Александр Васильевич, и вы становитесь первым в мире обладателем мяча С автографами Сборная Фистеха из города Долгопрудный Для вас выступали Леонид Викторович Слуцкий И сборная Фистеха Пожалуй, лучшая нефутбольная команда, которую я тренировал Здравствуйте Александр Васильевич, разрешите в честь 53-го дня рождения подарить вам этот отличный йод А почему йод? Потому что это 53-й элемент в таблице Менделеева Ух, заживет-ка вы О-о-о-о, подожди Давай только не ты будешь дарить, а то ты не умеешь подарки дарить Вон, на полуфинале так подарил, что, может, мы поэтому в финал не прошли Смотри, как нормальные люди дарят подарки Потому что уважаю Спасибо, Миша, спасибо А теперь смотри, как ты подарил Александр Васильевич, и вы становитесь первым в мире обладателем мяча с автографами Сборной Фистеха из города Долгопрудный Я, кстати, до сих пор в недоумении Извините, что встрял Не беспокойся, Александр Васильевич Сегодня мы таких ошибок не повторим Все-таки сегодня день рождения Да, сегодня никаких подарков Абсолютно нет, нет, нет Ну, давайте отмечать Сейчас в Москве идет война с пробками А в войне обычно участвуют две стороны Итак, в штабе противника Друзья, Собянинское войско наступает Они строят четвертое кольцо Спокойно, спокойно Нужно мобилизоваться, чтобы продолжать создавать пробки Давайте проведем перекличку Дальнобойщики здесь? Здесь! Тупые тёлки с телефоном за рулем здесь? Мы справа Молодцы! Водители, которые постоянно хамят на дорогах Здесь? Пошёл ты! Добрый вечер Здесь! Нетерпеливые водители вижу Молодцы! Те, кто строит торговые центры, а парковки там не строят Здесь? Здорово здесь! Ванцы, Сахбеджан Извините, а можно мы пойдём? А что такое? Сейчас полшестого, час пик Самое время перекладывать асфальт Конечно, идите, конечно! Кстати, поаплодируйте вот этому человеку Буквально вчера он ехал по внешней стороне МКАД Увидел, что на внутренней стороне голосует человек Не растерялся Совершил полицейский разворот Не смог перепрыгнуть отбойник И создал пробку на 8 часов Браво! Браво! Качай его! Друзья! Друзья, друзья, не надо аплодисментов Я уверен, что на моём месте Абсолютно любой баран поступил бы точно так же Ладно Нам нужно дотерпеть до зимы А там грядёт наш союзник Гололёд! Да! Я надеюсь, никто вовремя резину менять не собирается Просто... Всё-таки помните Москва, она не белокаменная Не златоглавая Москва, она десятибальная Поэтому встали и пошли А то есть пошли и встали! Давай! У нас молоды Впереди года И дней золотых Много А теперь эксперимент Который мы готовили несколько месяцев Добрый вечер на сцене команды КВН Детективный агент «Салонный свет» Финалисты высшей лиги И что это вы делаете в этой потрясающей по накалу утешительной игре? Ребят, ну я бы на вашем месте не иронизировал над людьми, которые уже в финале Да вас Константин Львович забрал только потому, что опирался на наше экспертное мнение. Смотрите. Александр Васильевич, вот тут при повестихе скажу, что одна десятая, это в химии называется следовые включения. Ребят, ну раз вы нам помогли пройти финал, давайте мы вам тоже поможем пройти финал. Покажем пару миниатюр. А если это будет полная ересь? Ну, соответственно, значит какой-то другой команде поможем пройти финал. А это логично, логично, да. Логику мы любим. Показывайте. А выступая за другую команду, можно показывать все, что угодно. Поэтому давайте представим, очень хитрый контрабандист решил провести через границу небольшую партию наркотиков. Так, стоять, что в коробке? Шоколадные яйца. Так, а что в шоколадных яйцах? Никто не знает, в этом их фишка. Сейчас посмотрим, в чем там их фишка. Да тут 10 грамм. Нифига себе вам повезло! Блин, и тут 10 грамм? Блин, два одинаковых. Представляете, а мне на прошлой неделе попались две одинаковые 3 тысячи долларов. О, я как раз такие собираю. Так давайте меняться. Подождите, подождите. И вот с таким юмором вы в финал прошли? Прикинь. Знаете что, не надо больше ничего показывать. Спасибо, идите, спасибо. С днем рождения! Спасибо. Ну что ж, а теперь эксперимент, который мы готовили несколько месяцев. Друзья, всем привет! Привет! До дождя, КВН! А почему вы вышли именно на нашем выступлении? Ну как, мы станция спортивная, вы физтех, физкультурный техникум. Вот. Мы спортсмены должны друг другу помогать. Вообще-то мы физико-технический. А, да? Всего доброго. Ошибочка. Ошибочка вышла. Подождите, подождите. А что вы хотели? Вообще-то мы в честь дня рождения КВН подготовили 53 миниатюры. Показывайте. Итак, первая миниатюра. Юлию Соломоновичу Гусману дарят Иксбокс. Юлий Соломонович, вот вам подарок. Иксбокс. А что это? Игра такая. А, понятно. Держи. Теперь ты Иксбокс. Догоню, догоню. Догоняй, догоняй. Догоняй, догоняй, догоняй. Подождите, подождите. Давайте вы не будете дурачиться во время выступления интеллектуальной команды. Мы вообще-то физику не хуже вас знаем. Да? Да. Ну, давайте проверим. Чему равна постоянная Больцмана? 1,6 на 10 в минус четвертый. Ничего себе. А чему равна постоянная планка? 1,2 умножить на 10 в минус 25. Нифига себе. Люди два раза полную фигню сказали, а в зале даже никто брови не повел, а? Мы так вообще-то 4 сезона высшей лиги отыграли. Ну, ладно, ребят, пойдем, а то у нас еще клубы, девчонки, тусы. Как бы вам это объяснить на вашем языке? Да никак ты им не объяснишь, пойдем. Ладно, пока, ребята. А теперь эксперимент, который мы готовили. Парни, секундочку. Добрый вечер всем. Александр Васильевич, разрешите низко поклониться. Хотя, что-то я разрешение прошу вам, я что, начальник. Александр Васильевич, низко кланяюсь вам в пояс. И поздравляю вас с днем рождения нашей любимой игры. Взаимно. Александр, вообще-то это не просто день рождения, а это еще кубок мэра Москвы. Ну вот, именно поэтому сегодня я подготовил свой новый цикл басен, который я назвал современные московские басни, или сокращенно, собясни. Ну, давайте послушаем. Начнем с простого. Андрейка и наклейка. Чтобы защищать права простых людей, в СтопХам решил пойти студент Андрей. И в первый день, работая в СтопХаме, увидел на газоне черный хаммер. Давайте сразу мораль. Мораль. Легко с капота соскрести наклейку, куда сложнее с бампера Андрейку. Вы что, это и есть ваш подарок на день рождения? Ну, что вы, что вы. Конечно, я не мог прийти с пустыми руками. Дело в том, что я считаю несправедливым, что у Кубка мира по футболу теперь есть логотип, а у Кубка мэра до сих пор нет. Поэтому... Вот. И что это? Как что? Кубок мэра мозг вы. Кубок мэра мозг вы. И вас с праздником. Александр, Александр. И, пожалуйста, закройте дверь в прошлое. Спасибо. Теперь эксперимент, который мы готовили несколько месяцев специально для дня рождения КВН. Итак. Пройти финал. Когда, если не сейчас? Это понимает абсолютно каждый из нас. Да, мы физики. Да, мы на своей волне. Но таких, как мы, миллионы в нашей стране. Мы будем делать то, что Архимед завещал. Найти нам точку, а потом мы прокачаемся. Архимед завещал. Аплодисменты. Вот видите, КВН это такая удивительная игра, в которую играют абсолютно разные команды, но все находятся в равных условиях. И для того, чтобы хоть как-то подтянуться к другим, ну мы хоть как-то научились петь, ну хоть как-то научились танцевать. И будет справедливо, если сегодняшние наши соперники, ну хоть как-то научатся ионизировать плазму, да? Ну хотя бы, шучу, да. Сборная физтеха, город Долгопрудный, пожалуй, самый хотящий финал сборной физтеха из города Долгопрудный. К Олимпиаде в Сочи уже все готово. Осталось только нашим спортсменам победить. И мы им в этом немножечко поможем. Я знаю, что нужно делать. По-первых, для отдыха спортсменов построим в Сочи русский дом. Кстати, это будет первый действительно русский дом в Сочи. Дальше, ко спорту. Наука поможет там, где раньше не было много медалей. Например, параллельный с лалом. Ну и как побеждать? Ну, дома и стены помогают. Далее, Бобслей. Там мы применим ракетные технологии. Биатлон. Там сейчас тоже все не очень хорошо. И нашим спортсменам мы выдадим винтовки, из которых они точно не промажут. Ну хорошо, а что со всеми теми видами спорта, в которых Россия считается фаворитом? Выбор хоккей, я понял. Для победы на льду мы используем тактику, которая проверена веками. Ну и главное оружие. В нашей команде будут собраны настоящие орлы. Молодые спортсмены, голодные до побед. Нет, тупо голодные орлы. В этом году сборная России по хоккею в третий раз стала чемпионами мира. И после этого Министерство спорта решило перенести все свое внимание на футбол. И обратилось за помощью к ученым из Долгопрудного. Итак, в Министерстве спорта. Здравствуйте, Георгий. Мы не случайно обратились к вам, физикам, потому что нам кажется, что проблемы русского футбола можно решить только с помощью науки. Абсолютно верное решение. Во-первых, научный подход уже дает результаты. Вспомните матч с Чехией. Во-вторых, чемпионат мира нужно провести в Долгопрудном, потому что там все готово. Ну и в-третьих, я, честно говоря, в спорте не очень разбираюсь. Да и все важные решения у нас в стране принимаются в тандеме. Поэтому мне помогал великий спортсмен, чемпион мира по спорту Александр Овечкин. Здорово, сдал уже. Нет, тебя ждем. Простите, как хоккеист поможет решить проблемы с футболом? Что, конечно, не был. Тихо, тихо, тихо. Ну что ж, коллеги, весомый довод. Давайте послушаем. Давайте. Первое, что мы вместе придумали, это спроектировали модель стадиона. Это будет ультра-современный красавец стадион. Чтобы нашим футболистам ничего не мешало, там будет крыша от дождя, от града. Ну и на всякий случай от межгалактической угрозы. Простите, зачем? Ну, чтобы они в следующий раз не сказали, что им инопланетяне помешали. Хорошо, скажите, что вы будете делать с фанатами, которые срывают проведение футбольных матчей? Все очень просто. Если кто-то будет что-то кидать на поле, выезжает железная сетка. И весь сектор отправляет с местного ОВД. Так. Хорошо, а что с полем? На поле будут современные скамейки запасных. Кстати, у тренера будет специальный путь. Нажал на кнопку, и все ринулись в атаку. Да уж. Усидеть невозможно. Также на этом пульте будет кнопка, которая позволит быстро менять игрока. А вот у вас тут написано «дифундирующая форма». Это что такое? Александр, передохните две минуты, я все объясню. Дифундирующая форма. Дифундирующая форма — это форма, которая позволяет моментально менять фамилию и цвет. То есть, если наш игрок нарушает правила, то... И к нему никаких претензий. Кстати, эта форма уже была опробована в матче с Чехией. Широков забил гол именно в ней. Давайте посмотрим. Забил из засады. Давайте продолжим. Что вы сделаете с многочисленными удалениями наших игроков? Никаких удалений не будет. Судья не сможет показать нам карточку. Кстати, линейный судья теперь может наказывать нарушителей прямо во время матча. Ну что ж, это все очень хорошо, нам все очень нравится, но мы боимся, что мы не успеем к чемпионату мира. Это мы к Олимпиаде в Сочи не успеем, а к чемпионату мира можно попробовать. Сборная Фистеха. Город Долгопрудный. Пожалуй, самая 16-битная сборная Фистеха из города Долгопрудный. В лаборатории по исследованию музыки. Добрый день. Мы выделяли вам деньги и хотим узнать, чем же вы тут занимаетесь. Ну, во-первых, я синтезировал химические элементы, употребляя которые, принимаясь таланты той или иной звезды. Вот, например, Пугачевий, Газманий старший, Газманий младший. А вот это что за одиноко стоящая рюмка водки? Это Лепсий. Это не трогайте, это опасно, это Джигурди. А почему он в двух емкостях? Потому что реакция происходит внутри. Смотрите, но она очень опасна. Ого, это происходит у него в животе? Нет, это происходит у него в голове. Или вот, моя последняя разработка Стасий Михайлей. А как он работает? Выпиваешь его и придумываешь идеальную рифму на любое слово. Давайте попробуем. Говорите слово. Тебя. Тебя. Меня. Меня. Ноги. Закончил с действием. Ну или вот, это моя гордость. Сыворотка очевидности. Пьешь ее и говоришь очевидные вещи. А как она помогает в музыке? У меня берут ее звезды, чтобы писать свои хиты. Давайте попробуем. Заливаем очевидей. Почему же так темно? Просто я закрыл глаза. Очевидно? Очевидно. Продолжим. Если ты выдернешь волосы, ты их не ставишь назад. Увеличиваем дозу. Я на седьмом этаже. Это как шестой, но на один повыше. Тройная доза. Когда идет дождь, дороги мокнут. Ну и, наконец, передозировка. Снег растаявший, он вода. Но от передозировки... Но от передозировки возможны побочные эффекты. Разучился считать до 100. Но сейчас пройдемте в самую интересную лабораторию. Там я клонирую участниц группы «Виагра». За мной! В современной Москве строится все больше и больше лабораторий. И даже появилась инновационная лаборатория первого канала. Добрый день. Я пришел узнать, чем же вы в своей лаборатории занимаетесь. Пройдемте в демонстрационную. Первое, что мы придумали, это юморетин. Специальный препарат, который позволяет поднять звездам чувство юмора. А у кого на Первом канале нет чувства юмора? Ну, например, Алексей Воробьев в передаче «Контрольная закупка». Там сейчас, по-моему, только что хвостик от помидоров проплыл. Нет, для вас этого не может быть. Я пошутил. Далее, Алексей Пиманов в передаче «Человек и закон». На сегодня все. Не забудьте включить телевизор в следующую пятницу, даже если будете стоять в пробке на даче. Это я так пошутил. Дальше больше. Стабилизатор равновесия звезд. Мы будем давать его им, чтобы они не падали. А кто это у нас из звезд падает? Например, Николай Басков. Раз. Добрый вечер. Два. Три. 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 Ну, хорошо. Хорошо. А у вас есть какие-то препараты, которые вы уже применяете? Да, понятин. Мы его даем чиновникам, чтобы они понятно объясняли свои реформы. Вот, например, как после принятия препарата абсолютно понятно объяснил пенсионную реформу министр труда. Стаж увеличится, необходимый для входа в систему, до 15 лет. То есть каждый год будет прибавляться по году, и тем самым будет обеспечено то, что потребуется для того, чтобы войти в страховую систему. Нужно будет, так сказать, поработать на 15 лет. Так, ну и что же тут понятно? Что же тут понятного? Понятно, что препарат не работает. Но это не главное. Главное это синтез передач. Я научился объединять передачи. Вот, например, я объединил передачу «Голос» и «Розыгрыш». Ну или передачу «Вышка» и «Последний герой». Ну и, наконец, мое любимое. Не устою повторять. Мир сошел с ума. Тысяча пять лет назад. Люди душат, давят, убивают друг друга. И чем дальше, тем хуже. Ладно, надо заканчивать программу. Эфир-то не резина. Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи и кручься. Сейчас на Первом канале идет конкурс, где каждый может представить свой телепроект лично Константину Львовичу Эрнсту. И мы решили, чего-то далеко ходить. Константин Львович, мы предлагаем свой телепроект. Мы предлагаем объединить одни из самых популярных передач на Первом канале. Это «Голос» и «Новости». Ну теперь о том, что происходило сегодня на валютных торгах. Днем доллар взял психологически значимую величину, преодолев 60-рублевую отметку. Рост американская валюта начала с самого утра. В итоге на максимуме цена достигла величины в 61 рубль 20 копеек. В России с сегодняшнего дня повышаются пенсии. Плановая индексация коснется всех без исключения категорий. Так, средний размер трудовой пенсии по старости, который получает почти 38 миллионов человек, вырос на 192 рубля. Дни Арктики наступили в Москве. В столице проходит фестиваль, посвященный бескрайнему северу. На выставке более 80 тысяч делом в столярных сиротах. Вместе в тот же час, а прямо сейчас, актуальный и смешной клуб веселых и находчивых играет высшая лига. Здравствуйте. Непонятно без пояснений, да? Сейчас я все объясню. Просто мы с ребятами проанализировали все полуфинальные игры и вывели формулу выхода в финал. Смотрите, обозначим финал через F. F зависит от смеха, от S. Финал равно смех обычного зрителя умножить на количество мест в зале. Сколько мест? 847 тысяч на 10 минус 3. Хорош прикалываться. Умножаем на 847. Плюс смех члена жюри, но он важнее, поэтому обозначаем его S квадрат. Умножаем на 6. Плюс смех Александра Васильевича. Бесконечность. Плюс смех Сан Саныча. Бесконечность пополам. Но так как это бесконечность, то двойка можно пренебречь. Бесконечность плюс бесконечность тоже бесконечность, поэтому делим все это на D. Коэффициент динамики выступления. Коэффициент динамики выступления – это среднее время, которое команда тратит на танцы в своем выступлении. Мы посчитали, что оптимальное время – это D – равняется 4 секундам. Поэтому давайте сейчас сразу этот вопрос решим. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, и меня бум-бум-бум. Ага. Вот. Подожди, подожди. А почему другие команды на танцы тратят больше времени? Но они не понимают, что D находится в знаменателе. И если D будет стремиться к бесконечности, то все остальное будет стремиться к нулю, и будет не смешно. Да, вот. Получаем вот такую формулу. Что это за формула? Нет. Нет, не производная. И как правильно подсказывают с балкона, это уравнение ламинарного течения в коническом сечении. Все-таки инженер всегда остается инженером. Ну а сейчас, как следует сказать в Комитете по борьбе с коррупцией, давайте перейдем от теории к практике. Все песочешь. Ну да. Давайте начинать. Представьте, Дмитрий Анатольевич Медведев помогает Владимиру Владимировичу Путину зарегистрировать страницу ВКонтакте. Ну вот смотри, логин, пароль, и ты ВКонтакте. Дим, что за фигня? Я ничего не делал. Да все нормально, тебя в друзья добавили. Так, Виталий Яшин. Алло, Сергей, пробейте по базе. Подожди, нажми «Показать подробную информацию». Ого. Алло, Сергей, отбой. Да, и распустите девятый отдел. Так, Юлия Фарафонова, проголосуй за мое фото. Хорошо, только и ты потом за меня проголосуй. Удобная штука. Конечно. А у нас на Фистехе тоже играют в мафию, но делают это по-особенному. Студгородок засыпает. Просыпаются преподаватели. Преподаватели знакомятся. Кого из студентов вы будете валить? Преподаватели засыпают. Просыпается Боттон. Боттон может спасти одного студента, дав ему списать. Кому даст списать Боттон? Ну, естественно, это же Боттон. Боттон засыпает. Просыпается Путана. Третий раз ведетесь. Какая Путана? Это же Фистех. Засыпайте. Засыпайте. Просыпается ректор. Ректор чинит бассейн, ремонтирует аудиторию и строит новое общежитие. Перевыборы ректора проходят, и он засыпает. Просыпается Студгородок. Сегодня завалили... Меня. А как догадался? Ну, я просто особо не готовился по термодинамике. Сейчас запретили продавать алкоголь после 22.00. Скоро запретят курить в общественных местах. И таких запретов становится все больше и больше. Итак, представьте, через 20 лет вечеринка в самом разгаре. Ну че, ребят, давайте скидываемся, я пойду фасоль куплю, а то через 15 минут нам ничего из семейства Бобовых не продадут. Давайте я сбегаю. Подожди! Бегать же запретили после семи. А давайте полицию на камеру снимать и в интернет выкладывать. Тоже запретили. Когда? Когда на Ютубе место кончилось. Может, тогда залезем на гигантский Бобаб и из его кроны будем кидаться белками-летягами, как воздушными самолетиками? А это еще можно? Пока да. Ну тогда, конечно, нужно что делать. Сейчас в школах вместо обычных учебников вводят электронные. Итак, в Министерстве образования. Ну что ж, в чем же плюс вашего учебника? Ну, во-первых, он интерактивный. Например, по химии можно будет проводить опыты онлайн. Давайте смешаем кислород и водород. Вода. Ну а что будет, если смешать все элементы? Давайте попробуем. Пожалуйста. Ладно, есть какие-то еще предметы? Конечно, вот стандартная страница учебника по истории. И чем она отличается от обычного учебника? А тут уже будут готовые шаблоны для разрисовки. Не нужно будет тратить время. Ладно, еще какие-то новшества есть? Конечно, это будет астрономия с новыми созвездиями. Там будут не только старые, но и новые. Например, малая медведица, пояс Ориона, Центавра и пьяный бармен с дрожащей рукой. Пьяный бармен с дрожащей рукой? Тоже является частью вселенной, да. А какие-то новые предметы у вас будут? Конечно, вот. Но это ОБЖ. Нет, это ОБЖ, уроки православия. Ладно, а в чем плюс для учителей? Будет электронный журнал и можно будет ставить оценки онлайн. Хотите кому-нибудь поставить? Ну давайте вот Кипяткову 2 поставим. Вы действительно хотите поставить Кипяткову 2? Да. Карандашом или ручкой? Ручкой. Вы знаете, кто его родители? Знаю. Данный вид оценок недоступен для следующей категории учеников, идущей на золотую медаль. Погонная оценка 5. Хоть какой-то плюс есть в вашем учебнике? Конечно. В начале этих учебников, как и в старых, будет гимн. Но на этот раз его выучат все. Почему? Потому что это будет пароль для входа в систему. А вот это хорошо, вот это здорово. Знаете, сейчас проходят экзамены ЕГЭ. И в том году они тоже были, и тогда поймали физтехов, которые писали его за школьников. Прям был скандал на всю Российскую Федерацию. Их прям после 4-х часового экзамена на выходе взяли и все. Мы считаем, что это позор. Позор для физтеха. 4 часа писать ЕГЭ. Как так можно? Я не понимаю. Может, ручка закончилась. У меня были такие случаи. Я помню, на Олимпиаде даже шоколадкой дописал. Сборная физтеха. Город Долгопрудный. Пожалуй, лучшая сборная физтеха из города Долгопрудный. Живи, играя. А если вы хотите жить, то никогда не покупайте вино в магазине дешевых вин в Долгопрудном. Добрый день. Подскажите что-нибудь из вина. Ну вот, хорошая душа монаха. Почки монаха. Рубаха монаха. Монаха монаха. Акуна монаха. Хорошо. А для девушки есть что-нибудь? Да, вот. Слепая вдова. Зрячая вдова. Вдова с минус 5. Молоко любимой женщины. Молоко любимой птицы. Старая крепость. Слезы женщины. Слезы старой крепости. Слезы старого монаха, который лежит около старой крепости, смотрит на небо и мечтает о зрячей вдове. Ну, или вот, хорошая детская шампанская. Папа, я в щи. Ну, или вот, руки гея. Сладкая. Сладкая и игристая. Но, к сожалению, продать я вам ничего не могу. Сейчас уже больше 11. Ну, может быть, есть какая-то брешь в законе? Отличный выбор. Вино брешь в законе. Двухградусное. Всегда вопреки. В любой ситуации. Живи, играя. Но лучше жить и выигрывать. Как на этой сцене сделали бурановские бабушки. А помог им в этом профессиональный продюсер. Здравствуйте. В эфире аналитическая передача. И сегодня у нас в гостях продюсер бурановских бабушек. Скажите, пожалуйста, в чем же секрет успеха? Все очень просто. Я проанализировал последние три Евровидения, где наши выступали не очень хорошо. И бурановские бабушки не будут допускать этих ошибок. Вот, например, какой главный вопрос к артисту от России в 2009? А кто там был? Вот. Вот это главный вопрос. Это была Анастасия Приходько. Потом был Петр Налич. Ну а с ним что не так? Lost and forgotten. Потерянный и забытый. Спустя два года понимает, что эти слова пророческие. Ну и, наконец, в том году был Алексей Воробьев. Он сделал столько ошибок, что я его более детально разобрал. Давайте сначала вкратце посмотрим, что он нам показывал. Ну, собственно, вот. Первая ошибка. Он начал петь на русском языке, и многие европейцы не понимали, о чем он поет. Но потом он перешел на английский. И тут уже все перестали что-либо понимать. Дальше больше. Его выступление было крайне непатриотичным. Смотрите. На сцене финские флаги. Раз, два, три, четыре. Следующая ошибка. Стоп. Вот то, чем Алексей хотел удивить всю Европу. Башмаки 72-го размера. Кстати, после просмотра этого видео я понял, что бабушкам акробатические этюды не нужны. Ну и, наконец, в конце своего выступления Алексей нам явно что-то хотел сказать. Смотрите. Похоже, он сам задался вопросом, какого он делал на Евровидении. Вы знаете, сначала я подумал, что он шутил. Но потом я посмотрел, как он ведет себя в других передачах. Например, «Контрольная закупка». Там же, слава, там же, словом, только что хвостик от помидоров проплыл. Нет, для вас этого не может быть. Я пошутил. И тут я понял, что все очень и очень серьезно. Итак, представьте, купе-поезда Москва-Стокгольм. Физик едет на выручение Нобелевской премии. Эх! Здравствуйте! Вы один? Как Дантес после дуэли? Здравствуйте, меня зовут Гера. Я номинирован на Нобелевскую премию по физике от России. Какое совпадение. А я номинирован от России на Нобелевскую премию по литературе. Какая честь для меня ехать с вами в одном купе. Нет, это честь для меня. Нет, для меня. Ладно, давайте послушаем изобретение Попова. Что? Радио. Ох уж эти ваши физические метафоры. Новости науки. В этом году Нобелевскую премию получит только один российский ученый. Есть! Готово! Как мне лестно, что вы так радуетесь моей победе. Почему это вашей? Вы что, не слышали? Ученый получит премию, а литература не наука. Что значит литература не наука? Да литература делает этот мир светлее. Фотоны делают этот мир светлее. Да вы хоть знаете, да вы хоть знаете, скольких людей перевоспитала сила слова? А вы знаете, скольких людей перевоспитала сила тока? Да и взять хотя бы поезд, который придумали физики. Вот скажите мне, подо что бы бросилась ваша Анна Каренина, если б не было физиков? Под дождь? Добрый день, приятного пути. О, а вы же физик. Да. А подскажите, пожалуйста, прибор для регистрации электрических сигналов один из букв? Осциллограф. Спасибо. А вы литератор? Да. А подскажите, как пишется осциллограф? Осциллограф. Спасибо. Спасибо. Вы называете себя образованным человеком, а вы хотя бы можете отличить ям от амфибрахи? А вот на Хорей мне это надо. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Кажется, мы с вами вместе до Стокгольма едем. О, как вам повезло. Едете в одном купе с Нобелевским лауреатом? Да, по литературе. Не обращайте внимания, это какой-то сумасшедший. А вы зачем в Швецию едете? А у меня в Швеции семья. Муж, муж, жена. Вот сейчас девушка нас и рассудит. Скажите, девушка, насколько более важна литература, нежели физика? Спросите у нее, знает ли она, кто такой Эйнштейн, или хотя бы Коберник, а что Апитяев, это Тацент, между прочим. Ребята, ну не ссорьтесь. Но и физика, и литература одинаково важны. И вы, и вы вносите неоценимый вклад в мировую историю. Я считаю, и физики, и литераторы, да что там, все дотики должны держаться вместе. Нам стало известно, что Россия в этом году получает Нобелевскую премию мира. Ее увезет на родину некто Карпенко. А что не празднуем? Представляете, какая история случилась? На прошлой неделе вез в этом же вагоне председателя Нобелевского комитета. Я ему в санитарной зоне туалет открыл, а он меня Нобелевской премией мира наградил. Представляете себе, какое открытие совершил Нобелевский лауреат, проводник третьего разряда Карпенко. Мы считаем, что даже самое простое доброе дело иногда важнее любого научного открытия. Не всем дано совершать открытие. Есть люди, которые постоянно говорят очевидные вещи. Эдакие капитаны очевидность. Итак, представьте, капитаны очевидность. На свидание. Привет. Привет. Я пришел. Присаживайся. На стул? Ну да. А я не с пустыми руками. Это мне. Вот за это я тебя и люблю. А ты знаешь, почему у меня здесь написано К.О.? Почему? Капитан очевидность. Ты такой смешной. А расскажи что-нибудь интересное. Ну я много чего знаю, там всякие тайны. Ты знаешь, кто будет вести передачу «Вечерний Ургант»? Кто? Ургант. А знаешь, когда она будет идти? Когда? Вечером. А ты знаешь, кто отец Аллы Борисовны Пугачевой? Кто? Борис Пугачев. Но это не главное. Ты знаешь, я вчера был в кресле, сидел там и читал стихи Есенина. Сергея! Я люблю тебя еще больше. Да, Сергей, ты знаешь, я понял, что мы с тобой давно вместе. И все, что было, то было. Что будет, то будет. Прошлого нам не изменить, а будущего мы не знаем. Ты знаешь, когда снег тает, он превращается в воду. Так же и люди, когда взрослеют, становятся немножечко старше. Ты знаешь, я... Я начал понимать, что если я засыпаю без тебя, то проснусь один. И я хочу, чтобы у нас с тобой были дети. Более того, я хочу, чтобы именно ты их родила. Я постараюсь. Я тоже. И на сцене появляются следующие участники соревнований. Спорная физтеха. Нас не догонят! Нас не догонят! Нас не догонят! Здрасте. Мы физики из Долгопрудного. И считаем, что нам эта песня тоже подходит. Потому что физиков тоже часто не догоняют. Ну, вот, например. Приходит как-то физик на дискотеку. Достает нейтрон. Все такие, вау! А он такой, спокойно, он не заряжен. Ну и тема «Лето в городе Н» нам тоже подходит. Мы тоже ездим на курорты. И ездим туда без девушек. Да, да, да. И я думаю, каждый мужчина в зале понимает, почему. Да. Потому что у нас их нет. Да. Че нет, того нет. Но не все так плохо. Вон Макс вчера после дискотеки девчонку провожал. Че, Макс, было че? Ну, че-то был, че-то не было. А че было? Ничего не было. Ну, ладно. И как говорят у нас, не будем тянуть атом за протоны. Вот после этой шутки ничего и не было. Ну, а мы начнем. В голове у каждого человека много идей. А в голове у физика их еще больше. Итак, в голове у физика. Здравствуйте. Я Новая Идея. Добро пожаловать к нам в голову. Тут много нереализованных идей. Вот, например, идея сделать ремонт. Ну, или идея начать бегать в следующий понедельник. Ну, или идея точно начать бегать в следующий понедельник. Ну, а я идея завести девушку. О, идея накопить денег. Пока. Здравствуйте. Я идея купить побольше пластиковых бутылок. Сделать такую конструкцию. Знаете, чтобы так все переливалось. Такое ощущение внутри было интересное. Здравствуйте. Я идея проветрить комнату. Это со мной. Извиняюсь. Я идея играть на сингапурской бирже и все деньги выводить в офшор. Что вы меня так смотрите? Что вы за идея? Я идея варить пельмени в чайнике. А я идея взять старые штаны, обрезать их и типа в шортах ходить. Да, я походу головой ошиблась. У нас молодых в эти годах. Име золотых много для труда. Име золотых много для труда. Говорят, что сейчас физиком живется нелегко. Давайте перенесемся в 16 век. Женщина! Да за что? За что сжигать-то вы что, ребят? Ну подумаешь, ляпнул, что вертится. Ну я был пьяненький, у меня в голове реально все вертелось. Ну, земля плоская, и она стоит на трех змеях. Ну или какие животные вам там нравятся? Эй, юридик! Теоретик! Я занимаюсь наукой. И наука сделает человечество лучше. Куда уж лучше. У нас и так средняя продолжительность жизни 32 года. Да! А все потому, что мы лечимся ртутью. Да! Спасибо лекарю. Царство ему небесное. Жечь его! Жечь его! Жечь его! Он дьявол! Он превращает вино в воду! Смотрите! Дьявол! 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 И козел! Что ж ты перевозишь в продукт? А смотрите! Смотрите, что он с песком делает! Что это? Что это? Это чудо! Чудо! Стойте! А не гидролиз, ли это натрия? Олимпиада в Сочи прошла просто блестяще. И совсем скоро нас ждет еще одно важное событие. Это летний чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. И мы уже начали к нему готовиться. Итак, в Министерстве спорта. Здравствуйте! Я представитель ученого совета, и я знаю, как помочь нашим футболистам. Первое, что мы сделаем, это придумаем официальное название мячу чемпионата. Вот, например, в ЮАР был Джамбулани, в Бразилии будет Бразука. Ну это понятно. А у нас? Сифа! Поближе к народу и футболистам. Далее талисман. Смотрите. В ЮАР был львенок с зелеными волосами. В Бразилии будет броненосец с синими волосами. Чтобы продолжить логический ряд, у нас будет тетка с фиолетовыми волосами. Теперь непосредственно к футболу. Физики помогут и изменят поле. Подождите, зачем менять футбольное поле? Не футбольное, а гравитационное. Смотрите. Киржаков бьет штрафной. Бол! Далее биологи. Они помогут с клонированием. Каким еще клонированием? Ну смотрите. Начинается матч. Играют одиннадцать на одиннадцать. И победа. Ну и главное. Генетики помогут нашему воротарю. И он не пропустит ни одного гола. Ну и последнее. За четыре года мы успеем подготовить Юлию Лепницкую к игре в нападении. А вот это хорошо. И в конце хотелось бы сказать. Знаете, мы с ребятами проанализировали курсы валют и поняли, что доллар уже почти 40. Евро больше 50. Знаете, как быстро растут чужие деньги. Сборная Фистеха. Город Долгопрудный. Пожалуй, самая сборная Фистеха из Долгопрудного. Сегодня пятница. Московское время 20.00. И мы начинаем вторую игру осенней серии игр КВР. И сегодня за право не стать телезрителями в финале поборются. Лаборант кафедры лазеров. Обладатель хрустального глаза Георгий Гигашвили. Обладатель деревянной совы и пятерки по трудам Виталий Лихачев. Человек, который считает, что одна голова хорошо, а две лучше. А три вообще идеально. Максималист-генетик Максим Королев. Магистр МФТИ. Двухкратный обладатель женщины Василий Петяев. И еще одно. Первый раунд. Здрасте. Ну, а почему мы вышли в образе знатоков? Ну, потому что мы единственная команда клуба, которая после завершения карьеры в КВН не хочет идти в другие юмористические проекты, а хочет пойти в что, где, когда. Хоть бы, хоть бы. Пожалуйста. Ну, начнем. Невероятно, но несмотря на банкротство турфирм, российские ученые продолжают ездить на симпозиумы в Турцию. Итак, утро после симпозиума в номере. А, вот вы где. Не успели приехать, а уже отличились. Мы-то думали, вы русские ученые. А вы скорее русские, чем ученые. Вот зачем вы насыпали песок в ванную? Это был эксперимент. Какой еще эксперимент? Сколько песка поместится в ванну? Правильный ответ — одна ванна. За порчу имущество вы будете платить штраф. Да не вопрос. Пять тысяч евро. Тогда вопрос. А за что, собственно? Да как за что? Мне уборщица рассказала, что вы бомбардировали ядра гелия, ядра милития. А откуда уборщица знает ядерную физику? А это я у вас хотел спросить, откуда уборщица знает ядерную физику. Она уволилась и теперь пишет кандидатскую. А у нас убираться некому. Значит так, вы остаетесь здесь и будете на нас бесплатно работать. А что вы так радуетесь? То же самое, что в Долгопрудном, а тут что на солнышке? Невероятно, но КВН будет идти и в 2014 году. Мы начинаем межгалактическую лигу КВН на Луне. Год 2014 и тема сезона КВН уже не тут. И сегодня играют команда, которая представляет собой сблав молодости, опыта и титана, робосборная Плутон. А следующая команда в том году хотела поработить человечество. Поэтому в этом году они начинают со штрафом минус одна десятая балла. Ну, и ведущий межгалактической лиги КВН, АВМ-3014. Ваши аплодисменты! И, конечно, команда нашего межгалактического жюри в составе Дмитрий Нанагиев Михаил Галактиосян Дарт Верник Валдиш Мельш Ваши аплодисменты! И Юлий Гусман И председатель жюри Человек светового года По версии журнала «Время и пространство» Константин Р2 Дэдвэнс Осталось лишь пожелать Ни гайки, ни болта Ну что ж, сценарий загружен в компьютер Расчет произведен Самой веселой оказалась команда КВН Реальная сталь До новых встреч! Пока! Ну а мы, как ученые, надеемся, что через тысячу лет все-таки в КВН будут играть люди Ну или человек подобные роботы Сборная физтеха города Долгопрудный Пожалуй, самая смотрящая в будущее Сборная физтеха из города Долгопрудный И я потрясен был на генеральной репетиции Вот этот здоровый, это настоящий робот Понимаете, без, без, без ничего Ну и там вот эти красавцы уезжающие Остальное Люди Кто-то проводит лето на даче, а кто-то на Северном полюсе Да, сегодня делать опять нечего Че делать будем? Ну мы сегодня ругались Ругались Мирились Мирились Может пойдем к канадцам и пасты их намажем? Ааа, 15 часов идти, чтоб потом нечем было зубы чистить? Ну давай, давай DVD с новым фильмом захажем Давай Здравствуйте, Почта России, ваша посылка Ничего, вы быстрые, как так? Да у нас просто центральный офис здесь Ааа Это многое объясняет Северная дача, Северная дача, к вам едет геолог Петренко Блин, я с геологом жить не буду, пусть с тобой живет Не, у меня спать негде Так пусть на полу спит Так я на полу сплю А че на кровати не спишь? Она мягкая Так пусть он на кровати спит То есть он будет у моей кровати спать, а я на полу, ага Ты создаешь проблемы из ничего Это физики-ядерщики создают проблемы из ничего Давай по-мужски решим Давай, кто проигрывает, с тем она живет Здрасте Ледник, покрасьте Я геолог Оксана Петренко Ооо, Оксаночка, а я как раз для вас комнату подготовил Знаете, я только с дороги, а где у вас здесь ванная? Ближайшая в Канаде? А душ есть у меня в комнате Я им воспользуюсь? Конечно Спасибо Ты че творишь-то? Она уже почти моя была Так не честно Ну давай тогда по-честному Кто из нас двоих ей покажется более симпатичным, с тем она и будет жить То есть ни с кем? Слушайте, я там в окно медведя видела Вы не боитесь? Не, мы партийные Оксаночка, а вообще у нас здесь, ну, очень опасно Вот видите шрам? Да, поэтому когда в баню пойдете, цепочку снимайте А, кстати, позвольте в честь приезда вас чем-нибудь угостить А, может быть, шампанского? Извините, я не пью И я не пью А вот Василий пьет, а когда она пьется, начинает на гитаре играть и пьяный, голый, танцевать на столе Вот видите, с кем жить-то повеселее А я думала, на Северном полюсе скучно Да какое скучно? Вы что? Тут столько интересных историй Вот, например, одна Вчера выхожу из дома, наступаю в снег Вот, или еще одна Вчера прихожу домой, сажусь на кровать Ну, в общем, историй интересных очень много Да ну разве это истории? Оксана, скажите, а вы слышали про любовь с первого взгляда? Да, закрыли передачу Новости до него очень долго доходят А у меня для вас, между прочим, подарок, сюрприз Все-таки это Северный полюс Поэтому эти подштанники жаркие, зимние, твои, Оксаночка Оксаночка, между прочим, настоящие полярники обходятся без подштанников Вот у меня дед полярник, отец полярник И сам он наполовину пингвин Что? На Северном полюсе нет пингвинов? Кроме одного? Тебя! Пингвина-олень! Чего? Северная дача, к вам едет сотрудник Семенович Семенович? Оксаночка, а Василий покажет вам вашу комнату Там кровать мягкая, пол мягкий, ведь Василия А я пока подготовлюсь к приезду Семенович Так, шампанское есть? Где тюльпаны, тюльпаны? А, тюльпаны в Голландии Итак, сотрудник Семенович Здрасте Ледник покрасьте Сработаемся А свою видеооткрытку мы нашли в капсуле времени Которую нам отправили советские студенты из прошлого Смотрим Три, четыре Привет Советскому Союзу! Привет, потомки! Наверное, вы сейчас нас смотрите откуда-то с Луны И ездите там на Жигулях, ну, шестой модели Может быть, даже до десятой модели? Да, какой десятой? Дай поместить У вас в будущем там уже наверняка коммунизм Да, у всех есть все И рубли уже никому не нужны Этот яркий день Мы надолго-надолго запомним с тобой Будет земля счастливой и молотой Мы верим, что в будущем Наша сборная команда по футболу Сможет на равных соперничать с мировыми грантами С Венгрией, Чехословакией А может быть, даже Польшей А почему не помечтать? Этот яркий день Мы надолго-надолго запомним с тобой А сейчас мы празднуем Новый год С нашими китайскими товарищами Товарищ Нихао! Нихао, товарищ Нихао! Они приезжают к нам Учиться экономике и в производство Конечно, сейчас они сильно отстают от Советского Союза Но мы им поможем И у вас в будущем Они, наверное, ну Ну, в первой двадцатке Нихао! Товарищ, товарищ Пожелайте что-нибудь нашим потомкам Будущее! Ой, не знаю даже, что пожелать Вот поделюсь радостью К нам завезли новые миниатюрные компьютеры Вы посмотрите на этот Маленький блок питания Ну, а что пожелать? Чтоб ученые побольше получали А то получаем сейчас 200 рублей Но уж в будущем Тысячи полторы точно будем получать А сейчас за моей спиной Современная молодежь Вместо того, чтобы заниматься учебой Залипает в свои вот эти вот электронные штучки Но вы-то, наверное, этим уже переболели А закончить мы бы хотели шуткой Которую у нас сейчас нельзя говорить Но у вас в будущем, наверное, уже можно Леонид Брежнев учился целоваться не на помидорах Ну и в конце хотелось бы сделать подарок Северному Кавказу от Северного Подмосковья Говорят, на Пистехе живет Мудрый народ Он опыты ставит Интегралы берет А еще говорят Что зануды они Но на эту тему готовы дискутировать мы Да-да-да-да-да, это Пистех Да-да-да-да-да, МПТИ Вай-вай-вай-вай-вай Научный рай Мася Вай-вай-вай-вай Давай-ва-ва-вай Ура-вай-вай 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 Сборная физтеха, город Долгопрудный Пожалуй, самая кавказская сборная физтеха из города Долгопрудный